привет друзья это снова левые у нас вновь новости проект feel of danger продолжает свое движение вперед не останавливаясь не на миг практически и мы подготовили для вас еще одну новую совершенно вещь которая получилась очень такой мощный динамичный где-то даже немного агрессивной пожалуй и кажется что очевидно авторство этой вещи но на самом деле это как раз тот самый пример когда работа над музыкой шо абсолютно совместные в этой вещи множество идей и множество труда вложенная и алексом и мной многие вещи которые я пытался реализовать раньше но у меня не слишком получалось по тем или иным причинам то каким-то техническим то может быть просто не хватало мастерства или собранность или чего-то еще может быть вдохновение возможно но по тем или иным причинам не удавалось сделать вещи именно такими какими я хотел то есть мне всегда хотелось сделать что-то такое действительно потяжелее побыстрее по динамичнее и в то же время добавить немножко каких-то симфонических элементов сюда и все это как-то вместе совместить соединить мне кажется что это очень гармоничное такое объединение очень гармоничный союз и мы пытались в принципе сделать это не раз и те вещи я не могу сказать что они какие-то плохие или что как-то вот они не вызывают у меня каких-то эмоций нет каждая из них была хороша по-своему получилось так или иначе явив собой отражение того времени когда она была написана тех эмоций которые мы тогда испытывали но все-таки где-то на затворках было всегда ощущение что все вроде бы так но не совсем удалось до конца реализовать эту идею и эта идея все подтачивает подтачивала и подтачивала душу словно каменном и мы наконец мне кажется вот именно в этой вещи достигли все таки вот того чего именно хотели вообще на самом деле это довольно характерно для нашего творчества не знаю уж хорошо это или плохо что у нас есть такое такое может быть грех вам может быть положительное качество не знаю может быть вы подскажете в комментариях мы часто подходим к одной и той же идеи с разных сторон немножко и мы делаем несколько вещей не то чтобы похожих но которые где-то идейно схожи и мы подходим просто к этому этой идеи к этой теме к этому стилю немножко с разных сторон и вещи получаются разными но где-то где-то идейно перекликающимися и это только то что видите вы естественно выходит не все вещи есть какие-то заготовки которые не выходят есть еще там что-то по разным причинам просто не слишком удачные не дашь и до них руки еще что-то и некоторые идеи либо полностью для вещей в целом аранжировки как вот для этой либо какие-то небольшие мелодии какие-то идеи по аранжировки для небольших кусочков придуманные когда-то давно но не заведенные до ума вдруг ты начинаешь писать какую-то новую вещь и ты вспоминаешь вот эту свою идею понимаешь что именно здесь вот она наконец-то подходит здесь она как влетая здесь вот она как раз и нужно то есть эта идея она ждала своего часа где-то в твоей голове и вот реализовалась здесь или как вот в данном случае ты подходишь к какой-то идее пытаешься ее реализовать получается иногда что-то очень классное что-то очень здоровской неожиданное но не то что ты изначально хотел реализовать потом ты опять подходишь к этой не опять получается классная вещь на совсем другая не ту не то что ты хотел написать а то что ты хотел написать никак не пишется и вот наконец в один момент ты понимаешь как действительно должна была быть сделана та вещь которую ты давно хотел написать и ты садишься и достаточно легко и и пишешь потому что ты работаешь на ней не день не два который вот ты думал над ней сейчас неделю там не месяц ты несколько лет но не то чтобы постоянно но периодически возвращался к этой мысли какой-то и вот наконец этот вот инсайт озарение произошло все сложилось не знаю один человек принос риф другой вспомнил что у него как раз для этого рифа есть идея парабанов все это как-то соединилась и ты получаешь какой-то конечный результат например расскажу такую историю раз уж сегодня такой настрой немножко ретроспективный у меня скажем песня wake up она была с одной стороны отражением времени потому что она отражала те не слишком веселые эмоции которые мы испытывали прошлом летом и конкретно я это получилось тяжелое с потерями и вещь во многом отразила это но с другой стороны сама идея вот подобные вещи видала в воздухе уже очень давно я помню первый раз мы задумались об этом это был где-то 2008 или 9 год и мы тогда даже записали какую-то прикидку немножко похожую на это там были просто барабаны насколько я помню и гитара тоже по моему баса не было какую-то такую демку мы сделали мы ее тогда еще планировали делать со словами и как-то все общем отложилось потому что тогда как раз группа покинул виктор корольков где-то в это время примерно если я не ошибаюсь и как-то в общем было не до этого уже ну и потом как-то другие вещи вытеснили собой тул и так мы периодически иногда возвращались к этой идее как-то ее обдумывали что-то пытались сделать но никак это все не реализовывалось и тут может быть вот нужны были эти самые переживания как раз и реализовалась именно вот эта вещь вайкап в этой вещи вайкап реализовалась именно та идея который на самом деле был уже там почти 15 лет и такое как-то частенько у нас бывает повторюсь не знаю хорошо это или плохо но это так и вот эта вещь она тоже выходит довольно скоро после предыдущей но работа над ней шла гораздо дольше работа над ней велась так или иначе опять же не один год наверное первый раз я задумался они когда мы писали фаневый час и уже тогда вот где-то в своей голове наверное я представлял что-то подобное но потом как-то видимо ведьмочки нас увлекли куда-то совершенно в другие степи и получилось то что получилось я не хочу сказать что фаневый час плохая вещь она просто получилось другая чем я представлял тогда то что у нас получится потом мы еще несколько раз к этому возвращались что-то получалось что-то нет потом у нас выходила вот уже из последних вещь шапош которые тоже в принципе отчасти может быть где-то напоминает эту но тоже она срубила немножко в другую сторону и принципе я и вполне доволен насколько можно быть довольным своими вещами конечно ты слушаешь и всегда понимаешь что что-то можно было переделать там что-то где-то криво шабаши тоже не все хорошо далеко но тем не менее я не могу сказать что эта вещь какая-то плохая или неудачно просто опять же она опять получилось другой чем то что я себе изначально представлял когда начинал ее делать и вот наконец в этой вещи наверное та самая идея которую я обдумывал которую мы обдумывали которую мы пестовали можно так сказать долгое долгое время наконец она мне кажется реализовалась все же ну что ж надеюсь что и вам понравится новый трек название мы пока придерживаем немножечко в тайне и поддерживаем чуть-чуть интригу сейчас мы решим ряд наших организационных моментов мы вообще не будем спешить поскольку передущая вещь вышла недавно слушайте трек red wine здесь вам понравится это новая вещь будет совсем другая по настроению как по инструментовки по всему так что надеюсь вы не соскучитесь с нами как и всегда ну что ж не за горами не за лесами выход наши новые вещи я думаю что до конца апреля она должна уж точно появится и вы сможете оценить о чем же я тут так долго и путанно рассказывал